Государственная дума Я бы предложил первым делом обратить внимание не на первое, второе, третье статьи, о которых сейчас говорим, а самая последняя статья номер шесть. Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. Дальше идут некоторые исключения, касающиеся введения будущего реестра электронного с лицензиями, порядка лицензирования и составления документов, которые будут определять криминалистические требования. Это, безусловно, важно, это во многом отразится на систему работы производителя, но в сегодняшний момент самое важное, что все, что сегодня мы имеем, остается год. И при этом есть важный момент, что те, кто купил изделие, оружие с парадоксами, с ланкастерами, для них в связи с вступлением в силу остается все на законном основании, и при этом все это сохраняется даже после его продления. То есть, если вы являетесь сегодня владельцем такого оружия, то оно у вас будет на законных основаниях не как нарезное, а как гладкое. Сроки и прочие моменты не должны выступать никакие силы, и это остается при любых перерегистрациях. Само собой возникает множество моментов. Какие документы, как будут дополняться, как будет это вообще все делаться. Ну, простейший вопрос. У меня сегодня 5 нарезных, и имеется ланкастер. Что будет через год? 6? Нельзя. Продавать, не продавать? Я пока этих ответов не знаю, но я сейчас пока хочу сказать за техкрим. Как производили патроны, так их и будем производить. Более того, раз такая ситуация, ускоряется необходимость введения новых, более интересных пуль в 366 ТКМе. Ну, раз так, то зачем удерживать остроконечность? Все будем делать, как хотели, как думали раньше. В 9,6 для охотников не хватает легкой пули. Обязательно сейчас есть наработки, даже ни одного, двух, трех вариантов. До осени все это отработаем, какой-то один четко, серийно пойдет. Самая тяжелая ситуация, наверное, для нас будет в 345, потому что если 366 и 9,6, это все-таки больше охотничьи, чем пострелушечные. И вопрос цены там, конечно, важен. Если их сравнивать, 7,62 на 39, ну, извините, давайте сравнивать веса, диаметры, массы, останавливающие действия, если мы говорим об охоте. Если мы говорим, как попасть по бумаге, да, тут, конечно, они разные. Но хочешь охотиться и пострелять по бумаге, выбирай вариант, который интересен. В 345 же там фактически почти 100% пользователей это спорт. Ну, а в спорте это очень важна цена. И какие там останавливающие действия, там, рикошетирующие моменты важны, но это вторично. Поэтому в 345 для нас самая главная задача за счет технологии, нового оборудования и так далее добиться цены близкой к 9 на 19. Ну, здесь нам очень, как бы, хорошо, в кавычках, помогает сегодняшнее повышение цен, прошедшее и еще будущее, которое мы знаем. Тула подняла, соответственно, почти в 2 раза 9 на 19. У Барнаула ежемесячные поднятия, но их и в магазинах нет и не будет. Поэтому мы вот на своих всех патронах планируем. С 1 июля у нас в основном все поднимаются 7-9-10% в зависимости от некоторых типов, потому что деваться некуда. Биметалл, порох, капсуль, все поднялось. И поэтому постоянно работать в убыток нельзя. Но у нас есть уже внутренние технические резервы и экономические, чтобы постараться до конца года впредь цену не трогать. Как будет инфляция проходить, сможем ли мы это сделать, пока ответов нет. Но это задача внутреннюю, мы такую ставим. Поэтому хочу заверить всех слушателей, четко и понятно, никаких сложностей, проблем в программе, в выпуске этих патронов серьезных нет. Есть стабильные, понятные вещи. Там капсуля не хватает, там еще чего-то, то, что сейчас ситуация с дефицитом, с экспортом. Но это повседневные проблемы, которые мы решаем, решали и будем решать дальше. Поэтому впереди на год все четко, понятно, зафиксировано, как было, так и будет. Мы больше того думаем, что это приведет к некоторому ажиотажу и спросу как на оружие, так, ну и, наверное, на патронов. Потому что обычная реакция любого покупателя – ага, есть проблемы, дай-ка я положу про запас. А повышается так много, так пусть полежит, хуже не станет. Поэтому мы пытаемся и готовимся этот дефицит как-то преодолеть. И отставания, которые у нас были по отдельным позициям, наверстать, новую освоить. Ну и к октябрьской выставке, если все сложится и карантинные и прочее, показать и новинки в оружейном плане, новинки в патронном. Ну и, соответственно, к этому времени, я думаю, уже будет множество ответов по тем… Не множество, а ответы на те мелкие, очень трудные, занозистые вопросы, как это сделать, как это будет называться, как вообще это будет. Потому что, конечно, поправки приняты в попыхах, без какого-либо обсуждения. Поэтому много технических моментов, терминологических, вообще процедур, как это исполнять. Но я думаю, за пару месяцев это все потихоньку притрется. Ну и мы здесь все оставаться в стороне не будем. Все ищем варианты, решения, обсуждаем, встречаемся. Поэтому хотелось бы вас успокоить. Живы, работаем и будем еще лучше работать. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова